Девчонки, всем привет! Я очень рада вас видеть на своем канале. И вы дали мне знать, что хотите увидеть видео о моем новом телефоне. В общем-то, мне будет самой очень интересно выполнить этот запрос. Наверное, меня сегодня в кадре не будет. Попробую снять вот видео таким образом. Итак, мой телефон, это Samsung Galaxy Note 2. Он у меня в данный момент находится в таком вот защитном чехле, как бы фирменном, сапсунговском, как вы можете видеть. Прикол, так скажем, этого чехла в том, что задняя крышка вашего телефона снимается, вставляется крышка от этого чехла, и вот здесь вот такая вот хлопушка, которая, по идее, закрывает ваш экран. Произошел, точнее, уже один небольшой инцидент с падением моего телефона, то есть мы упали с ним вместе. И в какой-то степени он даже защитил мою руку. Вы, может быть, ну нет, вы, наверное, не замечали. У меня вот на этих двух пальцах были очень глубокие царапины. Я упала вместе с телефоном, и вот пострадал чехол таким вот образом, и вот мои руки. Слава богу, с телефоном все было в порядке. Поэтому не могу не отметить, что качество все-таки этого чехла на уровне. Стоил он, кстати, очень-очень недешево. Так, сам телефон. Сам телефон, как вы можете видеть, сейчас постараюсь вам показать, он большой. То есть вы можете сравнить, что в руке, вот если вот я его держу, то это, ну-ка, скажем так, не совсем стандартная версия телефона. Самсунг в свое время выпустил, как бы, данный смартфон в качестве гибрида телефона и планшета. То есть, как бы, это абсолютно что-то новое было. То есть это и не смартфон в том плане, что он поменьше и удобнее, и не планшет, который все-таки обычно больше, и его не так удобно носить с собой. Это вот что-то такое вот среднее, скажем так, такое вот нишевое решение было для компании Samsung. Он вышел, по-моему, после Samsung Galaxy S3, кстати. S3 меня в свое время тоже очень интересовал, но, честно говоря, не очень он мне понравился, когда я, так, в общем, тестировала его немножко. И в свое время я купила Samsung Galaxy S2. Прошло два года, и все-таки мне захотелось чего-то новенького. Я стала искать какие-то варианты, так как я являюсь огромной, так скажем, поклонницей фирмы Samsung и смартфонов Samsung. Естественно, я обратила внимание именно на эту марку. Хотелось мне Samsung Galaxy Note 3, который вышел совсем недавно. Но как-то, вот знаете, во-первых, меня очень смущает его цена. Все-таки стоит он довольно-таки дорого. В наших тенге это 139 тысяч. Но я так думаю, что он будет, конечно, дешеветь через какое-то время, но пока вот его цена именно такая. Да, конечно, телефон он замечательный, но вот его предшественник, который в данный момент находится у меня, я так думаю, что все-таки не уступает ему по многим параметрам. Единственное, что могу сказать, что Note 3, это, конечно же, улучшенная и доработанная версия Samsung Galaxy Note 2. Поэтому я все-таки, как сказать, думала, я даже, честно говоря, рассматривала такой вариант, как новый LG Nexus 5. Очень много я, девочки, смотрела обзоров. Ну, все-таки вернулась я вот к этому варианту. Покупала в магазине, кто живет в Астане или, может быть, в Казахстане, это сеть магазинов Alser. У них предновогодние были большие скидки на эти телефоны Samsung, да и не только, и на LG, по-моему, тоже были скидки. Но так как, я не знаю, по каким причинам, но, я так понимаю, Samsung Galaxy Note 2 прекращает выпускать. Естественно, в Казахстан завозить его тоже перестают. Их остатки, которые вот оставались, они шли с большой скидкой. То есть, вот этот мой телефон стоил, по-моему, 69,990. Ну, в общем, грубо говоря, 70 тысяч тенге. У меня это 16-гигабайтная версия. Есть также 32 и 64-гигабайтная версия. Ну, не знаю, привозили нам их в Казахстан или нет. В общем-то, у меня 16-гигабайтная. Я не скажу, что это очень много памяти. Я хочу ее самостоятельно расширить. Это, в принципе, все возможно сделать. Тут вот под задней крышкой есть, конечно же, слот для microSD. Еще хочу купить флешку на 16-гигабайт. Почему? Потому что, в основном, я фотографирую на свой телефон. То есть, все наши семейные праздники, все какие-то этапы роста нашей дочки, мои макияжи, мои аутфиты и так далее и тому подобное. Все снимается на телефон. Все хранится в основном в телефоне. Вот так как мне не досуг скидывать все это на компьютер. И, честно говоря, в общем, 16-гигабайт – это нормально, но не предел, скажем так. Вот. Также давайте, наверное, приступим уже к тому, чтобы включить телефон. Нажимаем, разблокируем. Так, кстати, вот такой момент. Что мне понравилось? Здесь, как бы, в качестве быстрого доступа есть вот несколько команд. То есть, вы можете, разблокируя телефон, сразу попасть, вот, например, на камеру. Мне, например, это очень-очень нравится. Это очень удобно. Экран здесь диагональ 5,5 дюймов. То есть, это довольно-таки большой экран. Мне это очень нравится. Я люблю большие экраны. Я вообще любитель девочки больших телефонов. Я этого не пугаюсь. Да, этот телефон называют лопатой. Но, и так, кстати, да, во многих обзорах было заявлено, что телефон не для девушек, что очень уж он большой. Но я быстро к нему привыкла. Мне нравится, что экран у него большой такой. Очень удобно что-то просматривать, фотографии какие-то. Упс, я там в не очень красивом виде. Итак, в общем-то, что, естественно, суперамолет-экран, то есть, широкий угол обзора, то есть, вы можете видеть картинку, да, с любых углов. Но это я вот так чисто по-женски вам объясняю. Также, конечно же, у него очень большая яркость, четкость и так далее. Это все понятно. Также говорится, что как бы само стекло, покрытие Gorilla Glass, может быть, вы знаете, суперпрочный какой-то, в общем, экран. Но, насколько я знаю, все-таки это не совсем, ну, как бы так, не совсем-то он и прочный. То есть, если вы его уроните, он, конечно, не расколется, не потрескается, но какие-то царапины, сколы, в принципе, быть могут. И да, кстати, защитная пленка в комплекте не идет. Естественно, вам нужно будет ее наклеить самой или самому. И это я считаю обязательно, потому что экранчик все-таки нужно беречь. Так, что там у нас дальше? Что еще я хотела сказать? Да, так как это все-таки смартфон, как бы тире планшет, здесь есть вот такая вещица, как стилус. Или S-Pen, как Samsung его называет, S-Pen. Вот так вот он выглядит. Здесь есть небольшая такая кнопочка, зажимая которую вы можете, например, что-то обвести и получить скриншот. Сейчас мы с вами попробуем это сделать. Кстати, когда вы его достаете, сразу выходит такая менюшка, скажем так, в которой вы можете делать разные-разные заметки. Упс, немного неудобно, конечно. Вот, то есть что-то написать. Например. Ну, корявенька, конечно, но тем не менее. В общем, вы понимаете суть, да? Также, вот, например, очень удобно сделать скриншот. Например, зайдем мы с вами... Так, не туда мы зашли. Зайдем, например, в галерею. Возьмем, например, мою фотографию, да? И попробуем сделать, скажем так, скриншот. Берем ручечку, зажимаем и обводим таким образом. Дальше вам предлагается, куда можно это скопировать в любую, в принципе, удобную вам программку. Или же оно автоматически копируется в буфер обмена, если вы медлите, так как я. Вот, мне очень нравится работать этой штукенцей. Ей можно и рисовать, и писать, и просто листать, и... Да, неправильно вставляю. Вот. В общем-то, да, и, кстати, меню сразу выдает извлеченность пен, или же поставлен на место. И это очень-очень удобно. То есть, если вы забудете его поставить куда-то, отложите телефон через какое-то время, об этом напомню. А также забыла сказать, здесь есть вот такой световой индикатор. Мне кажется, вещь удобная. Когда вы заряжаете телефон, он горит красным, когда он зарядился, горит зелёным. И если какое-то есть входящее сообщение или звонок, он горит синим. Так. Что у нас дальше? В общем-то, у меня здесь не очень много рабочих столов. Я в этот раз постаралась, чтобы в телефоне было только самое важное, не забивать его всем подряд. А, быстренько пробегусь, покажу, что у меня есть. Это вот мои всякие социальные сети. А вот это приложение очень хорошее. Сейчас покажу вам Instant Save. Отсюда можно качать ваши фотографии и видео с Инстаграмом. И не только, я так понимаю, ваши. Ну и вот эти все мои стандартные. Музыка, погода обязательно. Вот вы, кстати, можете видеть нашу погоду. Также тут, в принципе, эти приложения все я уже вам показывала. Так, о камере скажу немножко. Два слова. Фронтальная камера 1.9, по-моему, мегапикселей. Камера основная, она 8 мегапикселей. Но здесь какие-то, знаете, прибамбасы вот эти современные. Я вот умным языком это сейчас не назову. Но, например, мой предыдущий телефон, который, в принципе, шёл с такими же качествами камеры, он снимал намного хуже, чем этот. То есть здесь я вижу конкретно лучшее качество, что фронтальной камеры, что основной камеры. Мне это очень нравится. Вот, также видео здесь можно снимать в формате HD. То есть это очень-очень удобно. Кстати, в камере очень много разных настроек. То есть это... ой... Это и автофокусировка, и распознавание лиц, и съёмка видео в недостаточном, так сказать, освещении можно регулировать. Вот. Вот, также выбирать разные фильтры. В общем, камера очень мне здесь понравилась. Как человеку, который любит постить фотографии в Инстаграме, это очень удобная, мне кажется, камера. И неплохая по своим качествам. Так, дальше. Здесь мне нравится, знаете, календарь. Казалось бы, обычный календарь, но здесь можно ввести нужную вам дату, пометить её каким-либо цветом, нарисовать какую-то картинку понятную только вам. То есть такой вот планер, мне кажется, действительно не календарь, это действительно планер. То есть вы можете здесь как-то размечать вашу жизнь удобным вам способом. Так. Дальше. Есть такая интересная вещица, как Paper Artist. На чём мы с вами остановились? На Paper Artist приложение. Здесь можно... В общем, это приложение для всяких рисовалок. Здесь можно даже собственную какую-то фотографию раскрасить. Вот, примерно вам покажу. У меня ребёнок любит такие вещи делать на моём телефоне. Вот, мы можем с вами вот какие-то такие эффекты добавить. В общем, можно также здесь самому что-то рисовать. Ну, интересное приложение, правда, я ещё с ним, ну, вот как-то подробно не ознакомлялась, скажем так. А также, что мне здесь очень нравится? Такая вещь, как Google Now. Я так понимаю, или Google Поиск. Вот оно у меня здесь. Например. Секундочку. Давайте выберем, что поискать. Например, косметика. Вот он вам нашёл. Кошельки по вашему запросу. То есть, вы видите, да, тут и картинки сразу, и как бы... В общем, это стандартный Google Поисковик, но работает именно с вашим голосом. Это очень удобно, когда вам не хочется или некогда набирать, ну, как бы, текст и так далее. Мне нравится эта штучка. Также, конечно же, карты. Моя любимая вещичка. То есть, это, как бы, можно прочертить маршрут свой, вот, где мы находимся в данный момент. И, в общем-то, карта города и так далее. Очень мне нравится. Очень удобно. Также забыла вам рассказать о такой вещице. Есть тут, как бы, такой помощник. То есть, вот мы нажимаем долго клавишу назад и выезжает вот такое вот боковое меню. Вы можете потянуть... Стоп. Вот за эту штучку и увидеть в быстром доступе, что у вас тут есть. Чем полезна эта штукенция? Можно открыть два окошка одновременно. Например, давайте откроем, например, вот Tengreen News. Я часто открываю это новости. И выберем, например, S-Note. Секундочку. Так. Ну, в общем, прошу прощения, Илона немножко затормозила. Открыть можно, я так поняла, что вот одновременно какие-либо два вот из этих двух приложений. Например, откроем S-Note. И откроем галерею. Вот, как бы, у вас два окошка одновременно. То есть, вы можете что-то отсюда перенести сюда или же пользоваться одновременно, например, сюда какую-то соцсеть вставить, например, тот же Twitter. Здесь какие-то заметки оставить и что-то, в общем, для себя помечать. Ну, на мой взгляд, это удобно. Я так понимаю, что можно вот эти программки, которые в этой шторочке у нас находятся, как бы менять, вставлять то, что вам удобно, то, что вы хотите. Вот. Чтобы убрать, чтобы не мешало, надо опять нажать долго клавишу назад и вот все, как бы ушло. Также мне нравится вот эта вот панелька доступа верхняя. Как вы видите, тут у нас Wi-Fi, GPS, звук, поворот экрана, Bluetooth, в общем, режим блокировки, энергосбережения. В общем, самые-самые, как бы, такие нужные вещицы, они все выставлены здесь. Мне это нравится, также тут у меня погода и показывается уровень заряда батареи, но это, как бы, дополнительно загруженное мной приложение. Вот. Это, как бы, все программы, которые были в телефоне. Вот здесь вот, как бы, в этом режиме. Здесь вы можете добавить, конечно, как обычно, какие-либо виджеты. Вот. Что еще такого выделить интересного? Я хотела, знаете, что сказать, девочки, о батарее. Ну, и мальчики, возможно, меня смотрят. Батаре. Мой предыдущий телефон, Samsung Galaxy S2, я заряжала каждый день, примерно, ну, каждый вечер, в общем, я ставила на зарядку. Он заряжался какое-то время, ну, ночью, да, и, в общем, я потом могла им пользоваться. Но в течение дня иногда приходилось подзаряжать, если я активно, например, фотографировала или пользовалась соцсетями. Что в этом телефоне мне нравится? Здесь очень емкая батарея. В принципе, об этом говорит сам производитель. Вроде как 3100 мА. Наверное, как-то так измеряется. Я прошу прощения, если я сейчас ошибаюсь. Ну, в общем, батарея очень-очень емкая, и мне ее хватает на день, это точно. При активном использовании мною телефона, я заряжаю его, например, ночью, да, или вечером перед сном. Утром я беру телефон, и до следующего, как сказать, до следующего вечера, либо ночи, я им спокойно пользуюсь. Заряда батареи остается где-то процентов 30, иногда даже 40. То есть, в принципе, можно даже не заряжать, подождать еще какое-то время, даже если вы не спите, можно и ночью им попользоваться, да, прежде чем заряжать. Если вы не такой активный, например, пользователь интернета, а в основном, как бы, пользуетесь смартфоном, как телефоном, ну, используете некоторые функции интернета недолго, то вам вообще хватит заряда этой батареи дня на двое. Если вы активный геймер, там, да, то, конечно, тоже, наверное, придется заряжать где-то раз в сутки. Но все равно, я считаю, что для смартфона это очень большое достижение, потому что я от многих людей, которые пользуются смартфонами, слышу, что им приходится очень часто его заряжать. В частности, моя подруга, которая имеет телефон Samsung Galaxy S4, постоянно заряжает свой телефон, и если она его не зарядила, он у нее обязательно не вовремя отключится. Вот, кстати, за это тоже не люблю Galaxy S4, вообще, телефон, на мой взгляд, очень-очень такой. Ну, не обижайтесь, конечно, у кого он есть, но для меня он провальный S4. Вот, как бы, это большой-большой плюс к этому телефону, скажем так. Также я забыла упомянуть, что здесь операционная система Android 4.1.1, по-моему, версия. Вот, по-моему, она обновляется до версии 4.1.2, наверное, если я не ошибаюсь. Где-то здесь у меня это должно быть написано. Да, вот у меня обновлена версия, если видно, до 4.1.2. Также, что еще сказать о самом внутреннем устройстве? Четырехъядерный процессор здесь, то есть телефон работает очень быстро, без каких-либо зависаний, то есть мне это тоже очень нравится, то есть телефон не подвисает, в принципе. Еще хотела сказать, в настройках можно, я не помню, честно говоря, где это именно было, да, вот, управление одной рукой. То есть, если для вас телефон, например, большой, вот, и вы, например, хотите набрать сообщение одной рукой, то можно в настройках задать, чтобы клавиатура вытянулась либо в левую часть экрана, либо в правую, и вы могли вот как бы одним пальчиком набирать. Но, как бы, как по мне, в принципе, я этой функцией не пользуюсь, я, в принципе, его, знаете, и одной рукой могу набирать все, что мне надо. Как бы, не мучаюсь, в принципе, особо этими вещами, но для кого-то, может, покажется это удобно. Также, что хотела сказать, телефон сам по себе, он не очень толстый, он довольно-таки тонкий, это вот он, получается, в чехле, но я все равно считаю, что даже так он довольно тонкий, и он не тяжелый, в том плане, что, как бы, ну, чувствуется, конечно, вес в руке, но не так, чтобы вы держали его и мучились, да, нет, такого, по крайней мере, я не испытываю. Вот, даже не знаю, что еще вам сказать, но я телефоном очень и очень довольна. Я считаю, что за свою цену это просто отличная вещь, отличный, как бы, гибрид смартфона и планшета, большой экран, отличное качество, отличный уровень, как бы, мощности батареи. Вообще, Samsung Galaxy Note 2 был в свое время одним из самых мощных, как бы, смартфонов на рынке, до того, как вышел Galaxy Note 3. В принципе, он, как бы, держал какое-то время марку, скажем так, но я и сейчас считаю, что он для меня отлично подходит. Я не гонюсь, прям, знаете, за такими новинками. Конечно, интересно было бы, например, иметь Note 3, но я считаю, что все-таки цена, цена, она высоковата. Через какое-то время, я думаю, она упадет, когда выйдет какой-то новый телефон, и, в принципе, также можно будет рассматривать и Note 3, как уже какую-то более устаревшую модель. Вот, наговорила вам очень-очень много. Также такая вот важная информация, наверное, для некоторых, кто вообще маньячит по телефонам так, как я, и вообще по какой-то технике. Я даже, когда не собираюсь себе что-то покупать, когда выходит просто какая-то новинка, и мне интересно о ней узнать. Я смотрю разные видеообзоры и текстовые обзоры, но видеообзоры мне нравятся больше, как блогеру, видеоблогеру. И есть у нас на Ютубе такой отличный мужчина, который делает обзоры на разную технику, в основном на телефоны. По-моему, зовут Юрий Звукограф. Я оставлю ссылку под видео. Я у него смотрю обзоры на многие-многие телефоны, смартфоны. Он очень хорошо, очень подробно рассказывает, в частности, о своем телефоне я тоже смотрела у него на канале. Очень много интересных фишек рассказывала, о которых я сейчас вам не упомянула, потому что я все-таки не профессионал в этом деле. Но если вам интересно, обязательно зайдите на его канал и посмотрите, что Юрий там рассказывает и показывает. Вот, в общем-то, это было и все. Я, конечно, очень рада, очень люблю свой телефончик. И вообще Samsung Forever, не в обиду, конечно, любителям яблокофонов. Вот, так что, если обзор был интересным для вас, обязательно оценивайте, комментируйте, подписывайтесь. Я была очень рада вас видеть на своем канале. И пока-пока!